Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Если вы думаете, что видео с моим позором было только одно, то нет, ловите второе. Внимание, сегодня в ролях моя правая рука, и сегодня я буду делать маникюр самой себе на правой руке. Скажу сразу, попрошу вас поставить лайк прямо сейчас, потому что это было сложно. Вообще, в принципе, делать маникюр себе на правой руке непросто, а еще и на видео это делать было непросто. Поэтому я вам сегодня постараюсь все в подробностях рассказать, как я работала, что делала, и также, как я укрепляла свои ужасно тонкие ногти, но без акригеля, и как я нарастила себе квадрат без форм. Ну что, поехали. Сняла покрытие, здесь вроде бы ничего сложного нет, и сейчас я буду подготавливать ногти уже к покрытию. У меня дома не было, кстати, особо материалов, я не готовилась, просто появилось время, и я решила снять видео на себе. У меня были файлы от Stalix Popmam, но не было железной основы, да и, в принципе, для меня, если честно, она тяжеловата. Кстати, напишите, пожалуйста, вы работаете пилками или все-таки сменными файлами. Если вдруг кто не знает, то сменные файлы отлично помещаются в самый обычный шпатель деревянный, стандартного размера. И еще хотела вам рассказать такую интересную вещь. Выбирайте, если вы также подготавливаете ногтевую пластину при помощи пилочек, только абразив на 240, то есть он достаточно мягкий, и ни в коем случае не нажимайте. Сейчас вы видите, как я зачищаю не только весь ноготок и выравниваю его, но еще и сразу же зачищаю птериги, подбираясь как бы чуть больше к кутикуле. Далее нам нужно обязательно будет отодвинуть пушером кутикулу и создать карман, потому что мы будем делать маникюр без аппарата и будем делать его с ремовером. По поводу ремоверов, у меня их достаточно много, есть, конечно, более любимые, есть такие, которыми я редко пользуюсь, но хочу вам именно для рук посоветовать именно вот такой. Это смарт мультибустер, он очень щадящий, он бесщелочной, то есть даже если вдруг вы где-то случайно на своей руке что-то пораните, он не будет сильно щипать. Я его распределяю, он приближен к гелевому ремоверу, но мне кажется, что он чуть-чуть прям пожиже, чем стандартные гелевые ремоверы. Распределяю и обязательно завожу его под кутикулу и также на боковые валики, чтобы если что можно было что-то срезать. Дальше обратной стороной шабера, вот таким вот топориком, я начинаю убирать птериги и также часть небольшой кутикулы. И здесь первый такой, наверное, основной секрет, почему у многих может это не получиться. Самое главное, делать это вообще без нажима. Если вы будете нажимать, у вас размягчается не только кутикула, но и также слои ногтевой пластины. И вы просто сдерете некое количество слоев, в общем-то ноготь пострадает, поэтому будьте аккуратны. Срезали кутикулу, я срезала твизерами, мне удобнее на себе ими делать. И также я аккуратно обрезаю вот такую вот мозольку, которая у меня сохранилась еще со школьных времен от письма. Кстати, интересный такой факт, не у всех мозоль на среднем пальце. У кого-то на безымянном, у кого-то на указательном. Напишите, пожалуйста, на каком пальце мозоль у вас. Прям даже интересно стало. Оказывается, все ручку держат по-разному, и я даже раньше об этом не задумывалась. Вот такой вот чистый маникюр у нас получился. И теперь нам нужно обязательно нанести подложку. Подложку я использую Эластик Раббер База от Уна. Кстати, сегодня будет очень много материалов, работало прям тем, что у меня было дома. Наношу и, как обычно, ее наношу именно кисточкой, то есть хорошенько впитываю, втаптываю материал. Гель Флекс от Секрет Нейлс. Он приближен к гелю желе, но, я бы сказала, чуть-чуть пожиже. Работать им удобно. Он немного самовыравнивается, но отлично держит вот эту линию, которую я наслаиваю. Постепенно, по чуть-чуть, я выстраиваю ту форму, которая мне нужна. Делаю это на всех ногтях. Чтобы подлезть к точкам вроста, я отгибала просто проксимальный валик. И вот, что у меня получилось. Такие интересные башенки. И сейчас главный секрет. Берем тот же самый гель и заполняем пространство от нашей высоты, от нашей башенки к нашему натуральному ногтю. Заполняем примерно где-то 1 третью часть ногтевой пластины. Получается, у вас и торец укреплен, и плюс нет вот этого явного перехода от наших башенок, которые мы с вами выстроили, к натуральному ногтю. Если вы не сделаете, то есть если вы не заполните этот промежуток, то очень велика вероятность того, что при опиле вы просто настолько истончите вашу конструкцию, что ноготь будет некрепким. Сначала я выполняю поверхностный опил, где-то процентов на 70. Потом я подпиливаю форму и потом уже довожу все до идеала. После обезжиривания ногти выглядят вот так. Они достаточно тоненькие, но в то же время крепкие. Первая база, которой я буду сегодня работать, это база от Nano Professional. Я ее тестировала, она прошла проверку, на клиентах относилась отлично, и я решила сделать ее себе. Нет смысла говорить вам, что я ее тестирую первый раз, ей очень удобно работать, у нее приятная консистенция. За счет того, что в базе есть вот такие вот кусочки по талии, она не течет и выравнивается почему-то даже лучше, чем самая обычная прозрачная база. Делаю я выравнивание ей как обычно. У нас уже была подложка, у нас уже укрепленный торец. Я делаю скользкий пол, так называемый, да, скользящий слой, и распределяю капельку. Сначала по центру, и потом у боковых я уже делаю это тонкой кистью. И на двух ноготочках у нас будет небольшой дизайн. Делаю такую мини-растяжку этой же базой. Дальше нашла какие-то крупные блестки в своем арсенале. Я думаю, что у всех есть крупные блестки, оставшиеся еще с давних времен каких-нибудь аквариумных ногтей. Кстати, сейчас опять в моду входят аквариумные дизайны, и аквариумные френчи давно на пике популярности. Расскажите, пожалуйста, делаете ли вы наращивание, или все-таки предпочитаете просто укрепление гелем и покрытие гель-лаком. Будет также интересно почитать, сколько людей умеет делать наращивание, а сколько нет. Для того, чтобы наши вот эти большие пайетки не торчали, мы покрываем их тонким слоем базы. Все той же базы, которой мы делали подложку. И вот еще одна база, которой мы сегодня будем работать, это база Кози от Пьютикс. Очень удобная база в работе, очень классная по носке, и у нее легкий молочный тон. То есть сейчас очень многие производители гонятся именно за плотностью, и камуфляж как таковой потерял, знаете, свою какую-то невесомость, какую-то легкость. У этой базы этот оттенок молочный, легкий, но в то же время холодный, кстати, он сохранился. Работать было ей приятно. Я ее тестирую, ей я работаю первый раз. Но до этого я ее тестировала на фольге, и скажу сразу, что она твердая, то есть она будет давать минимум усадки. После того, как я сделала выравнивание, естественно, идеально у меня это сделать не получилось. Я надеюсь, вы все еще помните, что я работаю сейчас левой рукой. И, если честно, я в шоке от результата. Я сама собой была безумно довольна, потому что обычно у меня получается, мягко говоря, не очень маникюр на правой руке. Даже не стыдно это признать. И я решила пойти дальше и нарисовать френч. Точнее, показать, как я это делаю на себе. Первый вариант. Я сначала разделила свой торец на три неравные части. С краешку поменьше две, и в центре одна побольше. Дальше я прорисовываю линию улыбки от одного усика к центру, и потом начинаю выводить следующий усик. При этом я обязательно смотрю сверху, а для того, чтобы сделать тонкую линию, я разворачиваю ручку. Во втором случае делаю те же самые наметки, только сначала по центру рисую дугу. Очень важно, чтобы обе ваши руки не находились на весу. И еще левая рука моя упирается всегда в правую руку и на стол, и правая рука упирается на стол. В общем, везде должна быть просто тотальная поддержка. Также на кисточке должно быть достаточное количество материала, который вы будете протягивать по ногтям. Ни в коем случае не работайте сухой кистью. Сухая кисть, она потрошится и не дает ровного края. Пошла дальше, нарисовала еще и френч на остальных других ногтях. И расскажите, пожалуйста, как вам френч вот на такой вот нестандартной базе с поталию. Буду ждать ваших комментариев. Ну и в конце, конечно же, выпиливаю некую толщину, которая у меня образовалась после наращивания. Сразу скажу, очень жалко, что у меня не попало одно из видео, когда я покрывала ногти топом. Покрывала топом Бриллиант от Бьютикс. Он густоват, но глянец просто невероятный. Очень классный. Буду тестировать, обязательно вам расскажу, что будет по носке. В общем, вот такие вот ноготочки, маленькие коротышечки. А теперь главный секрет, почему я всегда ношу короткие ногти. Летом не очень удобно делать педикюр с длинными ногтями. А так как педикюров у меня достаточно много, я ради клиентов убираю и делаю короткие ногти. Напишите, пожалуйста, делаете ли вы так же. Надеюсь, что я не одна такая. С вами была Татьяна Сидоренко. Надеюсь, видео было для вас полезным и интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok